14-й год будет абсолютно переломным, потому что все материальные носители перейдут в интернет. Вся реклама абсолютно перейдет в интернет. Развитие интернета развивается таким способом, такой скоростью, что телеканалы задумываются уже над тем, что не перейдут ли они постепенно вообще в интернет. Но первый канал будет держаться еще годами, это государственный канал, но уже мощно, например, канал вот этот вот Дождь, знаменитый канал Дождь, который смотрит уже десятки тысяч человек, интеллигенции в основном. Это такое сопротивление, сопротивление определенное, это достаточно антипутинский канал, как мы знаем. Поэтому, значит, я его просматриваю, мне что-то там нравится, что-то не нравится. И вот, пожалуйста, канал, который владеет умами десятков тысяч людей уже, если не сотен тысяч. Поэтому вот телевидение уже переходит. Я уже не говорю о газетах, я дочитываю уже последние газеты, я чувствую, потому что те же планшеты становятся газетами, когда приходит интернет. И пенсионер я увидел в метро, недавно зайдя где-то в районе Ленинского проспекта, бабушку, которая шарила, извините за такое слово, по планшету и читала, я бы, не книжку, она читала интернет, там пробивался Wi-Fi, она читала что-то по интернету, какую-то газету по интернету, там, «Вечерняя Москва». То есть просто шокирует это уже. Вот так что-то распределяется. Поток идет на интернет, гигантская паутина, в которую можно будет достать все, любому люмпану, любому олигарху. Полное уравнивание в информационном поле. И смерть газет, журналов, даже глянца. Потому что тот же самый глянец можно будет потрогать виртуально в будущем в интернете. Когда будут воплощаться какие-то фигуры, когда будут 3D, когда будут вот эти системы, когда можно будет иметь какого-то виртуального робота дома, как это в фильмах Спилберга. Все это воплощается, оказывается, не в 22 веке, а вот мы живем в это время. Каждый год приносят новости. Вот такая будущая реклама. Это исключительно стопроцентный интернет. И другого пути нет.